Итак, под пятнадцатой полезной мелочью хочу выделить почту. Ну, так как это мелочи у нас, то, естественно, не задается вопрос, почему я хочу про нее поговорить. Ну, частенько бывает полезно все равно проверять свой ящик, что туда пишут. То есть у меня были случаи, когда мне писали о том, то есть писали всем, допустим, пятиранговым офицерам о том, что собирают большой альянс на захват крепостей. И, соответственно, если не проверить, то и не узнаешь, да, что, допустим, таковое событие имело место быть. Поэтому частенько советую проверять. Вот, допустим, два письма я сам себе послал. Что это с собой означает? То есть что вообще нужно для того, чтобы послать письмо? Нажимаете сюда, пишите кому, пишите титул, ну, в смысле, смысл вашего письма, о чем оно, кратко, и уже здесь вводите текст. Дальше у нас два выбора посыла почты. Соответственно, обычной почты или экспресс. Экспресс стоит дороже, но экспресс доходит непосредственно вам прямо в руки. Как я и погляжу, он теперь сюда тоже стал приходить, то есть можете здесь его также открыть. Ну, вот, допустим, обычную почту, видите, я послал там, привет, важная новость для тебя, бла-бла-бла. То есть обычно такие вот, такого типа приходят обычные письма, да, то есть вот как то, о котором я только что говорил. То есть собирали там большой альянс на захват крепостей. Вот, или экспресс, да, экспресс у нас также вводите кому, о чем, соответственно, сам текст, и вы выбираете экспресс, жмете, платите больше, но при этом почта доставляется в любое место, где бы вы не находились прямо к вам в руки. Жмете на шуга, и, пожалуйста, получаете почту. Обычно тут вложение может еще прийти, то есть там какой-нибудь супер меч там дорогой, или какой-нибудь там годстоун вам могут отдать таким образом. Или деньги, можно деньги переслать. Вот, поэтому довольно-таки такая важная особенность это почта. Также, кстати, вот этот вот экспресс-посылок потом остается в обычной почте, ее можно также смотреть, что там было когда-то. Вот, поэтому, все равно считаю, немаловажный аспект это вот получение почты, умение ей пользоваться, зачем она нужна, и так далее. Так, это был пятнадцатый, пятнадцатая полезная мелочь. Субтитры создавал DimaTorzok